Пам-пам! Street of Rage Mobile в этой игре у меня первое место на спидранком. Поэтому кому же как не мне о ней попиздеть. У Микро Рина, Карина... А, всем похуй. Хм, начнём. В общем, наяву битамапов не то чтобы пиздец. Как мало Человек-паук, Симпсоны, Мстители, да бля, сотни их. Так почему обзор на Street of Rage Mobile? Что это, блядь, за игра? Никого не ебёт, что это за игра. Вике написано, что она вышла на Windows Mobile в 2008. И ни слова сука о Яве. В реальности всё было наоборот. Игра как бы, блядь, не покидала Яву. И на самом деле охуенная игра. О которой никто никогда не слышал, потому что она была доступна только в Японии. Я думаю, вы как нехуй дело догадались, на каком языке она была. Языковой барьер и отсутствие официальных продаж, это ж пиздец. Впрочем, есть версии с тисичным переводом. Но он настолько частичный, что никто не ебёт даже на каком уровне сложности играет. По большей части, бары Knuckle Mobile, это бляп про спорт первой части Сеги. Однако не совсем. В доступных для игры персов здесь только Аксель и Блейз. Здесь поклонники Сеги могут спросить, а где нахуй Адам? Чё, моделька не влезла в игру? Фуфло, ваше Ява. А вот нихуя. Адам есть в игре, и не просто как строчка в сюжете, а как полноценный перс. И он вполне эффективно всех хуярит. Но только вы им играть нихуя не можете. Зато в определённых местах вы можете его призвать, и он будет пиздить всех вместе с вами. Ахуенно, однако, главный герой выглядит не как на Сеге. Аксель выглядит как во второй части Street of Rage. А у Блейз вообще окажется эксклюзивный шмот. Также пара рядовых врагов внезапно это враги со второй части. Игра была эксклюзивной, и скорость работы игры на разных мобилах разная. Поэтому говорить о механике игры дохуя сложно. Тем не менее, не могу не упомянуть, что здесь две связки ударов. Забавным нововведением является небольшая отрезка камеры во время спешила, когда с захвата хуярите врагов ебалом об асфальт. Также завезли целого эксклюзивного босса, которого зовут Харакири. Ммм, охуенное имя. Он так понравился фанатам, что его даже добавили в фанатскую игру Street of Rage 2.2.x. Ну, а не как-нибудь в другой раз. Что удивляет, в Street of Rage Mobile так это толпы врагов. Их дохуя, особенно на харде. Причем игра в эти моменты работает довольно стабильно и нихуя не лагает. Также здесь есть выбор уровней среди тех, которые вы уже прошли, что абсолютно нормально для мобильной игры. Только это до пизды даже на харде. Чтобы слить все конты, это пиздец, как надо постараться. Ну или быть Юрием Рыбочкиным, знаменитый спидранер, который с его слов не смог пройти в Street of Rage Mobile вообще. Пиздец рак, сука. А, да, существует мод с гордым названием Street of Rage Mobile 2. Что, конечно, подтверждает культовость и наличие фан-базы. Короче, классный битэмап. Всем фанатам Явы и Сеги рекомендую. Моя оценка 10 из 10, бля. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok